Приветствую вас. Ситуация ваша, безусловно, не самая простая и деликатная, я бы сказал. Я полагаю, что в идеале, если вы хотите сохранить дружеские отношения с знакомым своим, если вы хотите, ну, чтобы у вас отношения были хорошими, да, чтобы они как-то, значит, ну, не разрушились, вот. В идеале лучше было бы составить некий такой портрет психологический данного мужчины, вот, или знакомого, но я так понял, что это мужчина, вот. Составить его портрет, вот, в идеале было бы неплохо. И составив портрет, уже можно было бы говорить о том, как лучше сформировать просьбу, значит, ну, дать в долг под расписку. Я думаю так. Это, конечно, в идеале. Но, с учетом того, что никакой информации вы вообще не предоставили, то есть, совсем никакой вообще информации, то я думаю, что самым правильным здесь будет исходить из того, каков этот человек. То есть, что он из себя представляет. То есть, если это деловой мужчина, да, ну, деловой. Просто деловой. Он из себя, который ценит навыки, ценит свое время, ценит время других людей, вот. То я думаю, что нормально, вполне нормально будет, если вы предложите ему это как инвестицию. То есть, пусть это будет инвестиция в какой-то проект, ваш проект, например. И вы просто-напросто предложите ему стать, может быть, соучредителем сам или что-то еще, увереннее, что он хорошо относится к вам. Если он, ну, адекватный человек, то он, во-первых, откажется от, по сути, своего вознаграждения, которое ему полагается по, ну, по правилам, да, вот, учреждения, там, и так далее. Вот. Ну и сам все поймет. Вот. Если нет, если он не настолько адекватный, или если у вас есть сомнения в его адекватности, то здесь, конечно, можно рассматривать разные варианты. То есть, варианты, например, такие, чтобы полстить, чтобы там сблизиться, чтобы предложить свою помощь где-то в чем-то, вот. Чтобы просто честно сказать, да, то есть, ну, не затруднит ли его оказать вам такого рода услугу. То есть, ну, нормально ли будет все между вами? Вы можете спросить, нормально ли все будет между нами, если, если я попрошу у тебя там, скажем, вот, какую-то сумму, да, в долг. Я уверен, что вы поймете по его реакции, я уверен, что вы поймете по его поведению, адекватно до вас принял или нет. То есть, это можно увидеть по оживленности или спокойному восприятию вашего предложения, которое прозвучит от вас. Вот. А в целом, в целом, каких-то уникальных, универсальных способов, значит, попросить в долг, ну, на мой взгляд, нет. Именно универсальных и уникальных способов нет. То есть, если вы чего-то хотите, да, то чем искренне вы сформулируете свою просьбу, тем лучше будет для вас, да. То есть, если вы не будете мудрить, если вы скажете сразу всё как, сразу скажете всё как есть, да, то я думаю, что проблем никаких не возникнет. Другое дело, что мужчина может, ну, может, я не говорю, что он обязательно это сделает, но может начать намекать вам на то, например, чтобы вы возобновили отношения. Вот. Ну, ну, между вами. Вот. Если для вас это неприемлемо, то, конечно, лучше долг у него не брать. Вот. Я думаю, что в целом вам можно ответить на ваши вопросы, ну, вот, наверное, именно вот так. То есть, тут нужно всё-таки больше информации о молодом человеке, вот, чтобы, ну, или о мужчине, я, к сожалению, не знаю. Вот, чтобы понять, какие, какая форма предложения в большей степени подойдёт для него. Да, то есть, может быть, вот, то, что мы говорим сейчас, да, может быть, не подходит, ну, совсем не подходит, потому что человек, например, да, там, ну, грубо говоря, не такой, не такой. Да, человек может быть совсем другой, да, но исходя из той информации, что вы прислали, да, исходя из того, что вы вот написали, я думаю, что рекомендовать можно только это. Пока, пока что. А дальше уже будет видно. Дальше уже можно будет, ну, по мере уточнения, да, можно уже будет говорить о том, что вам делать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться ко мне в личку по интересующим вас моментам. Что бы я хотел добавить? Добавить я хотел бы, наверное, только то, что мне показалось, что вы очень не уверены в себе. Вот что мне показалось. Вот. Просто исходя из вашего текста, да, может быть, это ново, это вот это не может быть ново, чтобы делать такие выводы, но мне показалось, что вы слишком, слишком не уверены в себе. То есть эта неуверенность в себе, она мне кажется чрезмерной. И вот то, что вы никогда не просили в долг, как вы говорите, это, конечно, может быть и правильно, это, конечно, может быть и хорошо, что вы никогда не просили в долг. Вот. Но то, как вы это преподносите, вызывает вопрос, конечно. То есть у вас есть бизнес, у вас есть, грубо говоря, дело, да, вот. У вас есть дело, и на это дело вам, собственно, нужно денег. Есть знакомый, который может вам в этом помочь. И вы, получается, сомневаетесь в том, стоит ли к нему обращаться только потому, что он, если я правильно вас понял, предлагал вам роман. Ну вот я, если честно, не думаю, что это характеризует вас как уверенного в себе человека, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, отказывая ему в романе, да, вы находились, ну, скажем так, в одних отношениях, отказывая ему в романе. А сейчас вы в других отношениях. И, по сути, всё, что вам нужно, это, вот если вы хотите в дружеских отношениях, кстати говоря, то тоже момент в том, что друзьям в долг не дают, если так подумать. Вот. Поэтому вам тут нужно определиться, либо вы занимаетесь бизнесом, и тогда друзей, друзей у вас вообще нет. Или вы, ну, не вовлекаете, не вовлекаете друзей, да, в этот процесс, процесс ведения бизнеса. Вот. Само потому что, в противном случае, вы можете вообще, вообще остаться одной, вот. Я не думаю, что вы этого хотите, поэтому, вот, делаю такой акцент на этом моменте. Если вы в себе не уверены, то с этим, в общем и целом, можно будет поработать, а неуверенность вашу убрать. Ну, естественно, что, не сразу, естественно, что, ну, на это нужно время, естественно, что нужна работа, и, в общем, я думаю, что нужны определенные ваши усилия. Усилия для этого. Но, в целом, в целом, если вы согласны, если вы готовы, то можно, можно, можно сделать. Вот. Вот так. Так, я думаю, можно ответить вам на то, что вы написали. Я надеюсь, что это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Удачи. 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 Удачи.